Сейчас будет очень большой и подробный тест-обзор китайских налобных фонариков. А сейчас зададимся вопросом, зачем фонарик одевают на голову? То есть, зачем нужен налобный фонарик? Ну, если логически рассудить, то фонарик одевают на голову, чтобы освободить руки. Чтобы одной из рук не держать фонарик, а чтобы фонарик держала голова. И в этом случае подразумевается, что одевая фонарик на голову, мы будем выполнять какие-то действия руками. Либо что-то ремонтировать в темноте, либо в туристическом походе что-то делать. То есть, выполняя какие-то действия перед своим носом, нам нужен будет хороший ровный свет с большой площадью освещения. А ровный свет с большой площадью у нас дает линзованный фонарик. И фонарик с глубоким отражателем будет не очень удобен в качестве ближнего рабочего света. Потому что пучок у него точечный и очень мощный. И если этот свет отразится от предметов вблизи, то он может вас самих ослепить. Значит, кто ничего не понял, объясняю на практике. Здесь у меня хороший фонарик с глубоким зеркальным отражателем. А теперь представьте, что это налобный фонарик. Вы резко поворачиваете голову и вас ослепляет отраженный свет. Когда глаза привыкли к темноте, это очень неприятно. Вот это явление я называю обратно засветкой. А сейчас я включил линзованный фонарик. И как мы видим, свет у него ровный и без каких-то ярких засветок. Ровный свет заливает большую площадь поверхности и видно все как на ладони. Теперь представляем, что это у нас налобный фонарик. Поворачиваем резко голову и никаких засветок и обратного ослепления мы не наблюдаем. На свет смотреть приятно и нет никакого дискомфорта. Итак, сейчас я наглядно показал, что для налобного фонарика лучше использовать линзу, чем глубокий зеркальный отражатель. И при выборе налобного фонарика я сразу же отсеял фонарики с зеркальным отражателем. На Алиэкспресс продается множество налобных фонариков с несколькими элементами освещения. То есть, грубо говоря, китайцы нам предлагают носить на лбу 2, 3, 4 и даже 5 фонариков. А это, естественно, увеличивается массой изделия, что будет вызывать огромное неудобство при ходьбе. На большое количество светодиодов увеличится расход энергии. А это получается, что в походе или на рыбалке фонарик быстрее сядет. А если не задействовать светодиоды, тогда нафиг они вообще там нужны. И, исходя из этих соображений, получаем, что больше, чем один светодиод в налобном фонарике использовать непрактично. И на Алиэкспресс я специально искал налобные фонарики, линзованные и с одним светодиодом. А выискивал я налобные фонарики с большой линзой. По принципу, больше-лучше. Но, естественно, в разумных пределах. И этим летом я приобрел вот такие налобные фонарики, потому что мы стали активно ездить на рыбалку. Уезжаем мы на все выходные. То есть, получается, 3 дня, 2 ночи. Но, собственно, ночью на рыбалке налобный фонарик просто жизненно необходим. И так что все эти фонарики протестированы лично мною в реальных условиях. Еще до кучи я приобрел вот такой дешевый налобный фонарик, чтобы при тестировании было с чем сравнивать. То есть, было какое-то разнообразие. Значит, сейчас бегло расскажу их технические характеристики. И сразу же будем тестировать. Первый фонарик стоит 9 долларов, а это чуть больше 500 рублей. У него выполнена довольно большая линза, которую можно регулировать ближе-дальше по отношению к светодиоду. У фонарика также имеется несколько фиксирующих положений по отношению к горизонту. Сверху на головке фонарика выполнена резиновая кнопочка, которая включает три режима. Первый – это мощный режим, второй – слабый. И третий – ублюдский стробоскоп, который, как вы знаете, я хронически ненавижу и не перевариваю. Очень хорошо, что здесь три режима работы, а не пять. И было бы совсем замечательно, если фонарик имел всего два режима работы, без этого сраного стробоскопа. В фонарике установлен светодиод XM-LT6, и я на 100% уверен, что это подделка. Конкретно этот фонарик питается от трех пальчиковых аккумуляторов типа АА. Также в продаже я видел абсолютно такие же фонарики, но с питанием от двух аккумуляторов 18650. От аккумуляторного отсека до самого фонарика идет такой витой проводок, который имеет крепежную фурнитуру. Сама резинка, которая одевается на голову, состоит из трех частей. Резинка довольно плотная, и все сделано довольно качественно. Значит, что в конструкции этого фонарика мне не понравилось. А это то, что при полностью выдвинутой линзе, в сопряжении она имеет небольшой люфт. Не знаю, почему так сделано, но разберемся чуть позже. В принципе, этот люфт никак не мешает фиксации линзы, и почему китайцы его сделали, непонятно. И второй момент, что мне не понравилось, это вот эта крышка аккумуляторного отсека. Хоть она и закрывается довольно плотно, но теоретически не имеет защиту от дождя. И потом вот эти пластиковые защелочки также не внушают никакого доверия. То есть она сверху вот так одевается, раз и все. И это пока два единственных недостатка, которым я могу как-то придраться. Но в целом фонарик мне понравился, а качество света узнаем чуть позже. Следующий фонарик стоит 12 долларов, это больше 700 рублей. И у него уже установлен светодиод XML-L2. Чисто теоретически, это более современный светодиод с лучшими характеристиками, чем у Т6. У этого фонарика линзы намного меньше, чем у предыдущего. Слева открытая часть линзы примерно 32 мм, справа 22 мм. Регулировка линзы по отношению к светодиоду происходит не методом выдвижения, а методом покручивания головки фонарика. А характерные щелчки это фиксация положения линзы. Вот сейчас будет видно, насколько линза отдаляется. Головка фонарика имеет несколько регулировок по отношению к горизонту. Метод фиксирования не как у предыдущего фонарика, и он мне не нравится. Потому что он какой-то невнятный и уже видны следы выработки. Зато у этого фонарика есть небольшой головной каркас, который должен улучшить фиксацию фонарика на голове. Аккумуляторный отсек у фонарика выполнен из черного пластика с резиновой крышкой. Резинка довольно мягкая и легко снимается. В сопряжении крышки корпус имеет специальный паз по всему периметру, а на резиновой крышке внутри есть специальный выступ. А это означает, что аккумуляторный отсек имеет некую водостойкость, и обычный дождик не должен быть ему проблемы. Фонарик питается от двух аккумуляторов типа 18650. В аккумуляторном отсеке есть USB-разъем, и в теории он может работать как пауэрбанк. Соединительные резиночки, а также провод питания абсолютно такие же, как у предыдущего фонарика. Даже надпись одинаковая. Фонарик имеет аж целых пять режимов освещения, что лично у меня вызывает неудобность в использовании. И каждый раз, чтобы его выключить, приходится проходить все эти пять режимов. Первый режим мощный, второй средний, третий слабый, четвертый бесящий стробоскоп, ну и пятый это бесящий какой-то там сос, по-моему, что ли. И вот представьте, что я включил фонарик, а чтобы выключить, мне придется переключить все его пять режимов. Раз, два, три, четыре, пять. И так делать нужно будет каждый раз. И я считаю, что больше двух режимов это издевательство над пользователями. Один-два раза побаловаться, это можно стерпеть. Но вот когда ты на рыбалке это сделаешь тысячу раз, это уже начинает бесить. При включении фонарика сзади аккумуляторного отсека загорается зелененький огонек. Но опять я не понимаю, почему зеленый-то огонек? Если эта функция сделана для велосипедистов, то чисто логически здесь должен загораться красненький огонек. Красный! Почему, блядь, зеленый-то огонек? И вот, товарищи зрители, напишите в комментариях, как вы думаете, почему китайцы здесь сделали зелененький огонек? В целом фонарик неплохой, и мне не понравилось также два момента. А это невнятая конструкция фиксации и бесящие пять режимов работы. Последний налобный фонарик очень дешевый. Его стоимость полтора доллара. Это примерно 150 рублей. В него установлено шесть квадратных светодиодов по типу SMD. Как и взрослые фонарики, и этот имеет фиксацию по отношению к горизонту. Головка фонарика является его аккумуляторным отсеком. Питается на трех мизинчиковых аккумуляторов типа AAA. Сверху выполнена резиновая кнопочка, которая включает три режима работы фонарика. А это мощный режим, слабый режим, и опять сраный стробоскоп. На голове фонарик фиксируют три вот таких зачуханных резиночек. Фонарик дешевый, придираться особо к резинкам я не буду, но вот фиксация резинок на фонарике, простите меня, просто умерочная. Например, я надеваю фонарик на голову, раз-раз, и резинка соскочила. И сразу же возникает вопрос, да как так-то, елы-палы. А все дело в том, что в креплении резиночки сделана прорезь, через которую якобы резинку нужно туда вставлять. Причем такое дерьмо сделано на всех трех резинках. Испытывая этот фонарик, я уже замучился одевать обратно эти резинки и чуть не разбил его об стену. Вот такой метод крепления резинок называется вредительство. Оно несет покупателю вред и негатив. Значит, что не понравилось в этом фонарике? А не понравилось буквально все. Весь этот фонарик сплошная ошибка. Сейчас немного посветим в темноте, и первый будет фонарик с большой линзой. Линза сделана на максимальное расширение, свет все равно довольно яркий. Освещается довольно большая площадь поверхности. Свет более чем заливной и равномерный. На максимальном удалении линзы фонарик светит вот так. Очень яркий и сконцентрированный пучок света в виде квадратика. Ну что ж, здесь я вообще не вижу никаких претензий. Это значит свет на 5 баллов. Сейчас фонарик со светодиодом XML-L2. Сейчас максимальное расширение линзы. Довольно большой круг освещения. И по краям он имеет как бы двойной контур. Возможно на камеру вам этого не видно, но по краям происходит двойная граница. Пока не понимаю, почему это происходит, но минусов в этом никаких не вижу. Сейчас максимально удаляю светодиод. Но вот если делать до упора, то квадратик в центре не очень такой четкий, не очень яркий. Если немножко открутить назад, то он становится более такой четкий. Первое впечатление, что этот фонарик светит чуть-чуть слабее, чем предыдущий. Фонарику со светодиодом XML-L2 за качество освещения ставлю 4 с плюсом. Но полбалла снизил за то, что хороший светодиод светит чуть-чуть слабее, чем подделка. А сейчас давайте сравним первый фонарик и второй. Сейчас освещает фонарик номер один с большой линзой. А сейчас фонарик номер два с маленькой линзой. Большая линза, маленькая линза. Большая линза, маленькая линза. Вам не кажется, что большая линза светит гораздо ярче, чем маленькая? Хотя с маленькой линзой светит более лучший светодиод XML-L2. Еще можно заметить, что круг у маленькой линзы Примерно на 10% больше Может из-за этого свет менее яркий Так сейчас отодвигаю линзу и делаю круги одинаковые Вот круги совмещаются, но свет у большой линзы все равно гораздо ярче И почему-то получается, что галимая подделка светит ярче, чем более лучший светодиод Напомню, что у фонарика включена максимальная яркость и аккумуляторы полностью заряжены А сейчас включаю дешевский налобный фонарик До верстака примерно 3 метра и фонарик еле-еле его освещает Свет очень бледный, тусклый, глаза при этом напрягаются Оттенок света очень похож на освещение в морге в каком-нибудь фильме ужасов Более-менее он хорошо освещает, это до 1 метра А кому нужен фонарик, который светит 1 метр? Он даже не годится для освещения палатки в походе Потому что свет настолько блеклый, что глаза прямо напрягаются Ставлю честный, заслуженный кол с минусом этому освещению Но вот этот фонарик меня просто убивает Зачем тратить энергию, природные ресурсы, чтобы выпускать такое говно? Вот этот фонарик самое настоящее китайское говно С таким фонариком даже в деревне посрать сходить опасно А сейчас с помощью моей супер коробки и прибора люксметра Мы документально убедимся, какой фонарик светит всех ярче И для статистики протестируем мой любимый линзованный фонарик Который очень хорошо светит и у него установлен светодиод XML-U2 Первым будем измерять фонарик с большой линзой Подношу фонарик по центру и заподлицо к краям коробки И прибор у нас показывает примерно 1050 люкс Я провожу тестирование на самом мощном режиме и на максимальном расширении линзы А сейчас фонарик со светодиодом XML-L2 Подношу прибор к коробке и прибор фиксирует примерно 850 люкс Ну что ж, зрение меня не обмануло Этот фонарик светит немного слабее, чем предыдущий При абсолютно одинаковых условиях разница этих фонариков составила в 200 люкс Измеряется мой любимый линзованный фонарик И прибор у нас фиксирует примерно 920 люкс Ну и ради смеха испытаем вот этот дурацкий дешевый фонарик И прибор у нас показывает примерно всего 100 люкс Вот такие у нас получились цифры Фонарик с большой линзой имеет явное преимущество Но в чем феномен его яркости, нужно будет разбираться в деталях Даже мой любимый фонарик со светодиодом хорошего качества XML-U2 Показал на 100 люкс меньше, чем аналоговый фонарик с поддельным светодиодом И здесь явно какое-то волшебство Но об этом мы узнаем после разборки фонарика А сейчас быстренько посветим на природе Потому что вроде кончился дождик Значит слева у меня фонарик с большой линзой Справа с маленькой линзой Большая Маленькая Большая Маленькая И все равно даже в таких условиях большая линза светит ярче Значит фокусировка дальнего света у фонариков отличается Где стоит светодиод XML-U2, квадратик явно больше Но вот этот маленький квадратик как бы более яркий Свет у него более сконцентрированный Я отошел в конец гаражей, длина их примерно 50 метров И фонарик с маленькой линзой четко освещает мою машину То есть вот мне глазами ее прекрасно видно 50 метров дальнего освещения, очень даже неплохой результат Сейчас поменялись местами и светит фонарик с большой линзой Дальний свет у этого фонарика гораздо ярче Но в два раза это точно Моя машина и территория вокруг нее освещена четко и довольно хорошо Сейчас попробуем сразу два вместе Отдаляю фонари вдаль И большой квадратик уже рассеивается А маленький довольно таки хорошо освещает Итак, по всем тестам фонарик с большой линзой и с поддельным светодиодом Выигрывает по всем показателям у своего старшего брата Со светодиодом XML-L2 Вероятно все дело в драйвере Который здесь использует светодиод на максимальную мощность А здесь наоборот Драйвер занижает мощность светодиода Чтобы тот, например, не перегревался Но возможно есть какие-то другие факторы Которые добавляют волшебства этому фонарику Сейчас мы их быстренько разберем и посмотрим, что внутри Чтобы разобрать фонарик, мне нужно отвернуть гайку, которая держит линзу Снимаем вот такую алюминиевую гайку Дальше идет линза На ощупь линза сделана из пластика Здесь мы видим круглую прокладку для герметичности Теперь откручиваю гайку, которая прижимает светодиод Кстати, все детали откручиваются очень легко Их желательно затянуть, потому что впоследствии они могут разболтаться Дальше идет пластиковый прозрачный изолятор Вот такая вот круглая прозрачная штукенция И здесь мы видим светодиод на алюминиевой подложке Который даже не помазан термопастой Слева это мой любимый ручной фонарик У которого размеры матрицы светодиода больше Это говорит о том, что в налобном фонарике Установлен поддельный светодиод Т6 с маленькой матрицей Все именно так, как я и говорил За крышкой головки фонарика здесь видно плату управления То есть драйвер А, все, понял, она отвинчивается Светодиод нужно повернуть на 90 градусов и вытащить сквозь пазы Так, вот у нас корпус На деталях корпуса выполнены две такие резиночки Они выполняют роли сальников И, собственно, небольшой люфт, который присутствует при полном выдвижении Как раз из-за этих двух сальников Это такая особенность конструкции этого корпуса Ничего с этим не поделаешь Ну, собственно, не очень большой люфт На скорость он не влияет Никакого особого волшебства я здесь не вижу Стандартные детали Однако, невероятно, но факт Фонарик светит очень ярко А теперь разберем фонарик с маленькой линзой Здесь стоит какое-то пластиковое кольцо Потом идет пластиковая линза И вот теперь ощутите разницу в размерах линзы И такая же огромная разница по толщине Нет ли вторая причина хорошей яркости света После драйвера Вот смотрите, как ездит туда-сюда светодиод В качестве фиксатора вот этой вот штуки Здесь установлен шарик с пружинкой Так, сейчас вынимаю светодиод Что-то нифига он не вынимается Не хватает права отдув На вот такой алюминиевой штуке здесь ездит светодиод Вот эта гаечка прижимает светодиод к алюминиевой основе Под алюминиевой гайкой установлена вот такая изолирующая прокладка Если ее не будет, то гайка замкнет контакты светодиода Разбираю заднюю часть этого фонарика Значит, под крышку установлен драйвер, но он что-то не вынимается Что-то я боюсь его вырвать оттуда Значит, это оказалось не драйвер, а простая плата с пайкой Вероятно, драйвер установлен в аккумуляторном отсеке Отпаивать светодиоды я не хочу Я вам просто хотел показать разницу в светодиодах А вот смотрите, я сейчас сравниваю светодиод XML-U2 Со светодиодом XML-L2 И у L2-го матрица тоже меньше, чем у светодиода U2 А это говорит о том, что светодиод XML-L2 тоже подделка с уменьшенной матрицей И то есть в налобных фонариках установлены оба поддельных светодиода Значит, ничего тут модернизировать и устаршенствовать я не собираюсь Фонарики меня полностью устраивают, даже с учетом того, что здесь поддельные светодиоды Светят они хорошо, а фонарик с большой линзой просто прекрасно Единственное, что я сейчас делаю, это помажу термопастой подложку светодиода Тем более, что в фонарике с маленькой линзой светодиод прижимается практически самыми кончиками То есть площадь прижима светодиода очень маленькая Ювелирная такая работа, надо помазать самые кончики этого светодиода Значит, что еще обнаружил? Гайки у фонарика, в которые прижимает светодиод, немного разные У фонарика с большой линзой гайка имеет даже некий такой отражатель И обратная его сторона сделана даже как бы выпуклой То есть здесь прослеживается какая-то конструкторская работа китайцев Так что, возможно, еще вот эта вот гайка-отражатель Дополнительно отражает там 10-15% света Хочу посмотреть, как выглядит драйвер этого фонарика Он установлен в аккумуляторном отсеке Вот он у нас такой драйвер квадратный Кстати, я не заметил, а здесь есть штекер для входного питания То есть получается аккумуляторы можно подзаряжать, не вынимая их из отсека Это, конечно же, огромный плюс к этому фонарику Ну и давайте уже подытожим, а то я вам, наверное, надоел с таким длинным роликом Мое мнение по фонарику номер один с большой линзой У данного фонарика просто прекрасный свет для освещения с головы человека У фонарика очень хорошая яркость при максимальном расширении и при дальнем свете Вероятно, такую яркость дает хороший драйвер, большая линза и также некий отражатель в виде гайки Все эти факторы понемногу и дают преимущество над другими фонариками К плюсам еще отнесу три режима вместо пяти Не нужно будет судорожно тыкать пальцем, чтобы выключить фонарик Для кого-то плюсом еще может служить это применение пальчиковых аккумуляторов Потому что они у нас больше распространены, чем аккумуляторы 18650 Но учтите, что в мощном режиме фонарик потребляет довольно много энергии И вот таких шерепотребных аккумуляторов едва хватало на одну ночь А лично я использовал вот такие фирменные аккумуляторы Саньо Анилоп Покупал я их не в Китае, стоят они очень дорого Но именно этих аккумуляторов мне хватило на целых две ночи То есть собираясь в поход обязательно нужно взять запасные аккумуляторы К минусам я даже не буду относить небольшой люфт головки фонарика Это конструктивное решение Но к минусам отнесу это корпус аккумуляторного отсека У него не очень хорошая герметичность и не очень прочные защелки Общую оценку этому фонарику даю 5 из 5 Фонарик абсолютно стоит своих денег И это наверное второй стоящий девайс после 15-ти ваттной фары После первой же рыбалки, друзья, товарищи, меня закидали просьбами заказать им такой же фонарик Фонарики им заказал разных цветов, чтобы они на рыбалке не путались И для съемок этого ролика я фонарики собрал обратно Кстати, доставка фонариков получалась довольно быстрая Примерно 10 дней Еще хочу предупредить, что при использовании таких фонариков Если рядом находится несколько человек Фонарик нужно отрегулировать так, чтобы уровень света был ниже уровня глаз человека Чтобы выходили и не слепляли друг друга Потому что фонарик реально очень яркий Значит, вот этим фонариком со светодиодом XML-L2 я, конечно, немного огорчен Стоит он аж на целых 3 доллара дороже, чем предыдущий А светит намного хуже Тем более выяснилось, что там стоит поддельный светодиод XML-L2 К минусам также отнесу не очень удачную фиксацию фонарика Также большой минус это 5 режимов работы фонарика Нужно будет как паралитик нажимать кнопку, чтобы его выключить К плюсам отнесу это то, что можно подзаряжать фонарик А также использовать его в качестве пауэрбанка Общую оценку этому фонарику даю 4 с минусом На фоне первого фонарика с большой линзой Он кажется уже не такой хороший Вот такой фонарик говно, не покупать Выкинутые деньги на ветер Вас ждет полное разочарование яркости света А также сползание лямок будет вас выбешивать Кто заинтересовался, ссылки на фонарики я оставлю внизу в видео на ютубе Но учтите, что я не могу дать никакой гарантии Что сейчас китайцы высылают фонарики с хорошим и качественным светом А через неделю у этого же китайца будут фонарики из другой партии И уже совершенно с другими характеристиками Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok